Олег, прошлый год был непростым для ритейлеров, об этом уже все, наверное, устали говорить. С точки зрения логистики, какие новые задачи, какие новые проблемы прошлый год перед ритейлерами поставил, и как они с ними справляются, и чем, может быть, ваша компания помогает в этом направлении? Наша компания, конечно, ритейлерам действительно помогает развиваться, и в первую очередь это, наверное, транспортный весь поток, который мы обеспечиваем для наших ритейлеров. Это весь импорт, который идет из Европы либо из Китая, и уже в рамках пандемии, в рамках ковида, мы знаем, что цепочки поставок очень сильно были нарушены. Для нас было важно все-таки сохранять качество нашего сервиса для наших клиентов и любыми способами, доступными на рынке, ввести товар. Мы развивали очень активную мультимодалку, то есть это все, что связано с доставкой либо контейнеры, либо на железной дороге, либо на проходах, либо на самолетах. И мы благодарны нашим партнерам за доверие и за то терпение, которое они проявляли. И, конечно, на это доверие мы ответили, и все товары вовремя были привезены в Россию. Одновременно, когда ввозится, мы один из игроков, которые способны растаможить и оказать услуги парсификации, то есть наклеить все, что необходимо для товарной продукции на этикетке, наклеить на товарную продукцию. И потом дальше уже это складская логистика. В прошлый год это все-таки вызов для многих игроков рынка управления стоком, управления товарными запасами. И здесь эффективность нужно было показывать на высоте. Я надеюсь, что мы действительно справились. Когда я говорю «я надеюсь», я надеюсь, что наши клиенты, наши партнеры оценили то, как мы с этим справились. То есть если еще раз пройтись, скажем так, прям по пунктам, по проблемам прошлого года, то есть это проблемы на границе, да, были, возникали? Проблемы с товарными запасами. Да. Что еще? Ну и дальше непосредственно уже здесь, когда мы на российской территории, мы со склада должны довести товар до дистрибьюции, либо до клиента. Развитие омниканальности, развитие электронной коммерции, оно достаточно бурно происходило в прошлом году. И мы действительно входили в этот рынок, и мы смогли позволить нашим клиентам доставлять их товар до их конечного потребителя. В основном мы развиваем эту услугу для DIY ритейлеров и для ритейлеров косметики, но и продовольственные продуктовые ритейлеры – это тоже наши клиенты, которым мы постепенно начинаем предлагать эту услугу. А как-то отличается предложение этой услуги от, ну скажем так, с кем сложнее работать – с DIY клиентами или с продуктовыми? Где больше, скажем так, нужно каких-то мелочей учитывать? Вот вы знаете, DIY клиент, он действительно такой особенный, скажем так. Ведь там нужно вовремя довести и ножницы для подстригания кустов, и для семена, и линолеум, и целую теплицу. Получается, что вы управление складом делаете настолько точечно и настолько внимательно, чтобы вся эффективность, она действительно отражалась на качестве услуги и на стоимости этой услуги. Мне кажется, DIY – это действительно вызов для такого хорошего качества онлайн-е-коммерса. А у продуктовых какие особенности есть? У продуктовых – это, наверное, время доставки, это быстрая доставка и качество этой доставки, чтобы действительно продукт, который был доставлен до последнего потребителя, он сохранялся все свои вкусовые качества, упаковка и время доставки. Если клиент DIY может иметь некую лояльность к небольшому опозданию в теории своем, то когда мы говорим про доставку свежих продуктов, конечно же, здесь нужно быть более точным во времени доставки. Вы на чей-то опыт вот сейчас, скажем так, начиная более плотно работать с продуктовыми ритейлерами, опираетесь на зарубежный, быть может, ваших коллег там или как-то еще учитель? Конечно, мы очень активно развили уже это направление и во Франции, и в Испании, например. И, конечно же, это помогает ввозить в Россию эти ноу-хау, технологии, и знать, как быстро адаптировать наши процессы для того, чтобы здесь, на российской территории, также оказывать высокого качества услуги. А вот если все-таки сказать еще раз о своевременном и качественном сервисе, то что сейчас для клиента особенно важно? На что он обращает внимание? Ну, это качество доставки как таковой, это набор сервисов, которые вы вкладываете, мы вкладываем в эту доставку, то есть это привести и обеспечить оплату товара в момент доставки, и одновременно, чтобы упаковка была действительно надлежащего качества. Если это какой-нибудь ритейл косметики, то упаковка должна быть должным образом показывать именно ценность товара, то здесь, конечно, вот мы обращаем на все компоненты этого простого слова качества. А вы с маркированными товарами как-то работаете уже, которые вот у нас требуют проходить маркировку? Конечно, маркировку мы, конечно, и здесь у нас как раз своя разработка, мы позволяем, помогаем нашим партнерам обеспечивать все, что вокруг DataMatrix, все выполнять требования по отношению к законодательству, и за это наши партнеры тоже нас ценят. А вот давайте так еще резюме, как раз уже затронули DataMatrix, инновации в логистике, вот без чего сейчас уже нельзя прожить современной компанией, которая этим занимается? Ну, во-первых, инновации действительно не надо стоять на месте. У нас инновации, они и как на складской логистике, так и на доставке до клиентов, когда складская логистика, например, инвентаризация дронами, это действительно реальность, которая позволяет быстро в режиме реального времени знать, какие складские товары у нашего партнера. И таким образом одновременно понижать расходы на складскую логистику. А когда мы доставляем до последнего клиента, то, конечно, управление Big Data, управление данными, знание клиента, знание, где находится клиент, это является важным и действительно позволяет эффективно обеспечивать этот сервис для, во-первых, наших клиентов, во-вторых, для потребителей наших клиентов. Спасибо большое, что вы нашли время для нас. Спасибо.